МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы дадим вам новые советы по выживанию в киберпространстве. И, конечно же, вас ждет новый кибертурнир. Мы покажем вам еще одну новую игру. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Не успел отгреметь в июле ЕСВЦ этого года, как уже заговорили о сезоне 2008. Организаторы пообещали уже к октябрю поделиться с широкой общественностью своими планами на следующее лето. А пока что на официальном сайте проекта выложили в общий доступ видеорепортажи содвремевших гранд-финалов по основным дисциплинам. Это бои между PCG Gaming и NOA в дисциплине Counter-Strike. Финал женщин, в котором выступали коллективы SK Gaming и E-Honor, а также финалы Book Week 4 и Warcraft 3. Проект Excel не собирается останавливаться в своем развитии. И в плане количества дисциплин, и в смысле ротации кадров. После поражения в национальных отборочных играх на WCG, флаги X-Low потеряли своих профи, которые сбежались кто куда. Заполнить образовавшийся вакуум призваны датчане, ранее известные как DogTech. В команде много талантливых игроков, некоторые из которых ранее выступали за такие коллективы, как NOA и Klan IT. Посмотрим, принесет ли свежая кровь успех своим покровителям в новом сезоне. 13 сентября из Лос-Анджелеса пришла весть о том, что лига World Series of Video Games прекратила свое существование. Таким образом, турниры в Лондоне, Лос-Анджелесе и чемпионат в Швеции проводиться не будут. Больше всего от этого пострадало крыло квейкеров. Games Media Properties, организатор канувшего в лету чемпионата, заявил о том, что, наверное, теперь заняться медиапроектом Gamerive, размещенном в глобальной сети. В Китае стартовал PGL-чемпионат по Старкрафту. И первый же круг принес сенсацию в виде победы польского игрока, известного под ником Darko. Он выиграл у достаточно серьезного и сильного противника выходца из Южной Кореи под ником Enferi. Основная особенность этого турнира состоит в том, что игроки сражаются не в пределах своей группы. Из других знаменитых игроков на турнире были замечены такие личности, как Beckham и PG. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source с ножом. Нож, в первую очередь, это оружие, и надо понимать, что оружие опасное. Хотя и для близких дистанций. Использование этого вида оружия возможно в двух вариантах. Обычный или альтернативный удар. Вся разница в наносимом ущербе противнику, и, как показывает опыт, в схватках на ножах в основном используют альтернативный удар. Правой кнопкой мыши. Можно выделить два момента использования ножа в Counter-Strike. Самый обыденный, но не менее важный, это для розыгрыша сторон предстоящего матча. Соперники собираются на открытом пространстве, и их задача только ножами обезвредить противника. Кто выиграл, у того право выбора стороны. Одна из хитростей в этом бою – правильное взаимодействие команды. Нельзя открывать спину, а нападать стоит большим числом, чтобы противник не успевал наносить удары. Второй, часто возникающий момент, когда заканчиваются патроны, обычно в пистолете. В такой ситуации главное действовать быстро, но четко. Нужно двигаться по направлению к противнику, чтобы вы могли дотянуться до него ножом. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Вольно. Разойдись. Смотрите далее. Новый джойстик, который поддерживает практически все известные серьезные авиасимуляторы. И, конечно же, вас ждет новый кибер-турнир. Мы покажем вам еще одну новую игру. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Компания Trustmaster обновила свою линейку линейных рулей, выполненных в стиле Ferrari. Этот девайс – реальный подарок любому поклоннику киберавтоспорта. JT Experience обладает следующим рядом функций. Гибко программируемые кнопки и лепестки, автоматическая центровка положения руля, а также система Bungle Cord и педальный блок. В России эта новинка ожидается в ноябре 2007 года, а предполагаемая цена составит 1500 рублей. Коллектив OCZ, в основном известный благодаря своим достижениям в области разработки оперативной памяти, решил попробовать себя на новой нише и выпустил эквалайзер Laser Gaming Mouse. Название говорит само за себя. Это высокочувствительная геймерская мышь, имеющая разрешение 2500 точек на квадратный дюйм. Одна из ее функций носит название Triple Treat, использование которой в шутерах позволяет игроку с помощью одного клика совершать сразу три выстрела подряд. Cytec выпустил новый джойстик X52 Pro Flight System Control. Он поддерживает практически все известные серьезные авиасимуляторы, начиная от Microsoft Flight Simulator и заканчивая ILM-2. Джойстик так спроектирован, что вообще не имеет мертвой зоны. Также в него интегрирован многофункциональный информационный дисплей, на котором отображаются все текущие данные о полете. Менее значительные особенности заключаются в таких, например, мелочах, как изменение цвета кнопки пуска ракеток. Мышь MX Air от компании Logitech – это не пульт дистанционного управления, это мышь с полным набором функций. Теперь поклонники цифровых развлекательных технологий смогут управлять медиафайлами на своем ПК, просто перемещая мышь в воздухе. Великолепная форма мыши идеально ложится в руку, а глянцевая поверхность и хромированное основание MX Air делают ее неотразимой. Полускрытые средства управления с оранжевой подсветкой позволяют управлять компьютерными файлами и играть в кибер-игры даже в затемненной комнате. Здравствуйте, дорогие телевизорители! Сегодняшняя передача станет нашим первым знакомством с Quake 4, последней частью знаменитой серии от ID Software. Именно создание движка первой части этой прославленной игры произвело настоящий переворот в мире компьютерных игр. Это была первая по-настоящему трехмерная игра, появление которой дало толчок к развитию киберспорта как такового. На протяжении последних 10 лет ID Software выпустили вторую и третью части, которые были представлены на всех крупных международных турнирах с крупными призовыми фондами. Quake можно назвать самой динамичной и зрелищной игрой по сей день. Нам предстоит посмотреть игру, ставшую достойным завершением международного киберспортивного турнира, недавно прошедшего во Франции. Пройдя групповые этапы с серьезным преимуществом над своими соперниками, в финале встретились россиянин Антон Кулер-Синьгов и поляк Мачая-Авик Рыжиковский. Антон очень опытный игрок, видел огромное количество международных турниров, признанная звезда российского и международного киберспорта. Его соперник значительно моложе, ему всего 16 лет, но он очень уверен в себе и не безосновательен. В отличие от Кулера, он может уделять очень много времени тренировкам, к тому же в преддверии турнира он занял первое место на одном из американских чемпионатов, обграв в финале самого Токсика. Финал тренировал на двух картах Монсун и Франтик. На первой карте встречи поляк прочно удерживал контроль и не давал сопернику набрать достаточно брони для выхода на равный бой. Кулеру пришлось применять весь свой арсенал из защитных трюков, чтобы восстановить равновесное положение. Антон уступил в уходной борьбе со счетом 12-15 и в случае поражения на Франтике занимал на турнире лишь второе место. Эту карту отличает компактность, а следовательно и динамичность, поэтому она, пожалуй, является самой зрелищной в современном фейке. Здесь стоит сказать отдельно, что стиль игры обеих геймеров на карте Франтик помечательен тем, что игроки зачастую заходят на ред армор. Скорость и стрельба позволяют им делать это без опасения, так как в большинстве случаев удается выйти оттуда сравнительно экономно. Этим Кулер и Авик отличаются от, например, Токсика или Сайфера, который вообще ходит за красным армором 1-2 раза за матч. Поэтому в этот раз чаще получалось, что доминирующий игрок занимал нижний этаж. Соответственно, тому, кто перманентно пребывал в изгнании, оставалось на откуп не комната с шотганом, как обычно, а практически все верхние этажи. Оба спортсмена очень агрессивно начали игру, пытаясь захватить инициативу с первых секунд. Антон ликвидирует незначительное преимущество поляка в один фраг и делает счет 2-2. Но Авик после удачного респауна забирает желтый армор и шафт. Далее атакует красный армор, контроль которого является важным стратегическим компонентом игры на франтике. Убивает там кулера и берет инициативу в свои руки, делая несколько важных фрагов. Российский квакер проводит агрессивную атаку на шафт шотганом, убивает поляка и делает фраг после респауна. Но закрепить контроль над картой ему не удается, и это жесткая позиционная борьба. Кулеру удается отбить красный армор, убить соперника и сделать счет равным 7-7. Поляку удается взять Рокет Лаунчер, желтый и красный армор, и переломить ход игры. Показывая великолепную стрельбу из шафта и отличный контроль над картой, он делает несколько безответных фрагов на кулере. И счет становится 13-8 в его пользу. Для финальной игры это отличный задел для побед. Россиянин атакует красный армор с Рокет Лаунчером и убивает Абек. Антон выигрывает сложнейшую перестрелку на шафтах и вплотную подбирается к своему оппоненту. Счет становится 13-10. Важный момент. Поляк агрессивно атакует кулера на красном арморе, в очередной раз демонстрируя великолепную стрельбу из шафта. И забирает его, но Антону удается сразу же сделать ответный фраг. Абек убивает кулера, прогоняет его по респаунам и захватывает инициативу. Через 30 секунд нашему игроку удается сделать ответный фраг. Но поляку опять везет с респауном. Он появляется рядом с красным армором и делает фраг из плазмогана. Счет становится 17-12 за 3 минуты до конца, а шансы на победу все более призрачными. Поляк контролирует карту, имеет значительное преимущество в арморе и не подпускает к себе соперников. После быстрой атаки и великолепной стрельбы из шафта, кулеру все-таки удается сделать один фраг, но уже слишком поздно. Победителем в этом зрелищном противостоянии стал молодой и очень талантливый польский игрок. В послематчевом интервью он признался, что победа в этом турнире была для него мечтой на протяжении нескольких лет, для достижения которой он упорно тренировался. Мы поздравляем его с победой и желаем дальнейших успехов. Думаю, мы еще не раз увидим противостояние этих игроков в финалах различных международных турниров. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорт. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Генеральный спонсор Logitech